Почему хочется коснуться этой темы летом? Потому что это заболевание наиболее часто встречается в весенний, летний период времени. Это связано с тем, что люди подвергаются воздействием повышенной инсоляции, воздействию солнца, и в связи с этим может развиться аллергический драматит на солнечное излучение. В это время люди очень часто купаются в разных водоемах, речка, море, и тоже могут развиваться аллергические заболевания именно на воду. И аллергический контактный драматит может быть связан с воздействием различных трав, растений, в том числе и культурных растений – лилии, розы. Аллергический контактный драматит проявляется буквально на второй-третий день после воздействия предполагаемого аллергена. Какие симптомы? Люди приходят и жалуются о том, что на коже появляются ярко-красные и очень сильно зудящие пятна. Если не начать вовремя лечение в самом начале заболевания, на месте красноты, красных пятен появятся маленькие пузырьки с сирозной жидкостью, которые потом могут перерасти в большие пузыри. И это нам говорит о том, что аллергический контактный драматит переходит в бульозный драматит. Это более тяжелая форма заболевания и требует более длительного лечения. Если не начать вовремя лечение аллергического контактного драматита, оно может перерасти в другие тяжелые аллергические заболевания. Это как просто аллергический драматит, это как, не дай бог, экзема. И это экзема с аутоаллергизацией, это может быть и диктедротическая экзема, истинная экзема. Само слово экзема уже предполагает о том, что это хроническое заболевание. То есть из простого, легкого, несложного заболевания аллергического контактного драматита, если человек не вовремя начинает лечиться, можем получить тяжелое хроническое заболевание. В первую очередь нужно убрать аллергический агент, который вызывает данный вид драматита. Это выявляется на приеме путем длительного и тщательнейшего расспроса. Потому что некоторые люди даже не обращают внимания, что они потрогали, что они поели, что они взяли в руки, где они купались. Плюс к этому в обязательном порядке назначается определенный охранный водный режим. То есть мочить такие высыпания на коже нежелательно, потому что вода еще оказывает более сильно аллергическое действие, более сильно раздражающее действие и способствует более быстрому перерастанию аллергического контактного в другие виды аллергических заболеваний. Обязательно назначение десенсибилизирующего лечения, обязательно назначение антигистаминного лечения, обязательно назначение каких-то смягчающих кремов и мазей и в тяжелых случаях иногда назначаем гормоносодержащие мази.